Когда держишь руку на гитару и делаешь вид, что ты на ней играешь, какие-то рождаются такие приятные ощущения. А мы пришли в гости к человеку, который на гитаре умеет играть, и вообще умеет много чего. Он умеет играть на гитаре, он умеет писать музыку, он умеет писать тексты песен, он умеет выступать, и он сумел создать ансамбль, который на протяжении уже очень многих лет пользуется популярностью. Он умеет быть киноартистом, он умеет быть театральным артистом, он умеет быть телеведущим. Кроме этого, он умеет перелагать английские тексты разных рок-опер на русский язык, так что они замечательно звучат. Здравствуйте, Амин. Очень приятное такое перечисление. Время от времени приятно выслушивать, знаете. Ничего не забыл? Да вроде бы да. А уберу гитару. А в связи со всем этим такой первый вводный вопрос. А вы умеете жить? Ну, вот такой обескураживающий вопрос, потому что не очень понятно, что вкладывается в понятие. Мне кажется, что умею. Во всяком случае, мне жить чрезвычайно интересно, и я не скучаю точно, абсолютно. А для вас уметь жить, это что значит? Вот не знаю. Поэтому я и не смог сразу ответить на вопрос. То же такое уметь жить вы не знаете, но понимаете, что умеете. Как-то ощущаете? Ну, ощущаю, что вроде бы да. Потом я точно знаю, что со мной рядом живет пара десятков людей, с которыми я очень тесно связан, и которые во многом зависят от того, что я делаю. Я имею в виду свою группу, я имею в виду своих родственников, и родственников участников моей группы. То есть там такая достаточно большая толпа народу, симпатичного вполне, мне симпатичного, она прямо вот впрямую зависит от моей жизни. Это интересно. И давайте начнем с этого. С носков тогда, да? С носков, видимо, какая-то памятная вещь. Уникальные носки, дорогие друзья. Вообще, носки, конечно, так долго не живут. Я прошу прощения, я никогда в жизни не держал чужих носок в руках. Можно я их попробую? Да, пожалуйста, они стиранные, прекрасные совершенно. Никогда такого не было. Уникальные вещи, сейчас такие можно встретить в любом магазине. Совершенно обычные носки, но приобретены они были мною в каком-то магазине, я не помню, к сожалению, его название, в городе Хельсинки, по-моему, в 86-м или 87-м году. И тогда белые носки хорошего качества, это была уникальная вещь совершенно. Мы долго их рассматривали, потом вечером в гостинице гладили. И с тех пор я периодически надеваю эти носочки, в них хожу. И в какой-то момент стало понятно, что выбрасывать их уже точно нельзя. То есть, когда я перевалил за 15 лет, стало ясно, что... Такие хорошие, прочные. Вот, да, такая вот абсолютно вечная вещь. Насколько для вас важно то, как вы одеваетесь? Для меня абсолютно важно быть одетым в чистое и выглаженное. Вот скажите, вы подозревали, что сегодня у вас дома будет съемка, что у вас будет показ по телевизору. Вы тратили какое-то время на раздумье, чтобы одеться вот так? Да, конечно. Ну, я в этот момент какие-то физические действия совершал, наверное, чистил зубы или что-то в этом духе. А, нет, я занимался физкультурой, дорогие друзья, сегодня сутрица. И вот пока я... Это очень важно. У нас утренняя передача. Вот дети, имейте в виду, Кортнев занимается по тратить культурой. Да, и когда я скакал на балконе там с какой-то гантелью, я вот думал, что же надеть на себя после того, как будет принят душ. А что является главным при выборе одежды? Вот как вы понимаете, вот хорошо вот эту зеленую рубашечку к этим черным джинсам, так? Ну, да. Нет, у меня сложился сначала какой-то такой образ, что это будут джинсы и жилетка. Однотонные, а под них какую-нибудь рубашку. А выбор рубашки был уже спонтанен, уже просто в гардеробной. Это, кстати говоря, тоже можно считать вещи, это же личные вещи. Да, несомненно, конечно. Мне кажется, логично, а может и нет, потому что я не знаю, что это такое, но так вот вроде бы логично перейти от того, как вы прыгали на балконе с гантели к кубку. Если этот кубок имеет отношение к спорту? Имеет, да, имеет отношение, самое прямое. И здесь целая группа предметов, они сейчас свяжутся воедино. Это кубок, мой единственный спортивный кубок, в отличие от моей жены, чьи кубки вы можете видеть на задней стенке. Я думаю, что вы потом покажете то количество кубков, которых гораздо больше, чем один. Этот мой единственный, но я им искренне горжусь. За первое место в состязаниях Audi Stars Cup по горным лыжам в Подмосковье был открытый чемпионат по слалому. Вот на таких вот примерно лыжах, соответственно, не на этих, потому что эти тоже старые и любимые. Это уникальные совершенно лыжи, приобретенные в московской комиссионке, по-моему, где-то там за 500 условных единиц или что-то такое. Это дешево. Ну да, дешево, конечно. Просто в свое время, поскольку, как вы видите, это дизайн Porsche, был такой момент, когда эти лыжи стоили по 5 тысяч евро. Ну, какую-то там совершенно баснословную сумму, совершенно неадекватную качество, надо сказать. И в России считалось, конечно, обязательно принадлежностью к элите горнолыжного, ну не спорта, а туризма, это приобретение лыж в Польше. А вы спортивный такой вообще? Ну, я не такой спортивный, к сожалению, как хотелось бы, но на лыжах катаюсь хорошо. И в результате вот выиграл этот кубок, вместе с ним была выдана еще автомашина Ауди ТТ на год. Где? Влизер. Нет. Где машина? Где машина? Так ее не просто нету, и она сейчас на сервисе, потому что с ней случилась совершенно чудовищная история. Под капот автомашины Ауди ТТ забрался какой-то маленький зверек, после чего машина погибла. Это мой сын Арсений, здравствуйте. Это мой сын Арсений, это с абзац, это не в смысле он забрался в капот? Нет, 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 конечно. Вот Арсений, как артистический сын, очень вовремя пришел, потому что уже нельзя не спросить, а каким образом, мне тоже это важно, например, знать самому, приучить ребенка к занятиям физкультуры, если надо или не надо? Ну, во-первых, я думаю, что надо, во-вторых, мне кажется, что в таком возрасте ему должно быть интересно, в первую очередь. И потому что просто заниматься какой-то полезностью дитя, наверное, не нужно. С Арсением удается? С Арсением удается, когда он не болеет. Мы его записали, опять же, в горнолыжную секцию, здесь рядом на Воробьевых горах, в университетский клуб, и все было замечательно. Он за три занятия научился кататься на роликовых коньках, потому что не было еще снега. И все было хорошо. Потом заболел, и у него бронхиты вообще отсядят меня. Я сейчас делаю вид, что я не в курсе, потому что нелепо это, если я буду говорить. Вы сказали про кубки, которые взывала ваша жена. Я так понимаю, что к Арсению ваша жена тоже мне непосредственно отношали. Самое непосредственное, она его родила. Я хотел спросить про маму, потому что я делаю вид, что я не знаю, кто ваша жена, чтобы вспомнить, не рассказывать. Чтобы вы сказали, потому что люди, увидев кубки какие-то, которые еще не в курсе, кто ваша жена, скажут, а кто, может быть, она конькобежка, может быть, она играет в женский футбол. И ни то, и ни другое. Амина Зарипова, моя любимая жена, Сенина, любимая мама. Она многократная чемпионка всяких соревнований типа чемпионатов мира, кубков мира, кубков Европы и чемпионатов по художественной гимнастике. И вот эти кубки, а также у нее есть еще мешок медалей. Очень смешная вещь. Она лежит в шкафу, потому что развесить их было негде. И Мусе сказала, что она не настолько любит свои медали, чтобы их там... То есть золотые медали лежат в мешке? Вот такой примерно мешок. Он совершенно неподъемный, потому что он набит металлом. Чтобы закончить спортивную тему, связанную с вещами. Это же тоже... Это же тоже. Это мячик со всякими подписями. Да, это автографы команды «Локомотив Новосибирск». Мы много раз бывали в городе Новосибирск. Команда по какому виду спорта? По волейболу, конечно. Это волейбольный мяч официальный такой, official FIFA. И ездили к ним на дружеский матч, в котором, конечно, команда «Локомотив Новосибирск» победила. Естественно. А ездили кто? Ну, на вот несчастность. Мы ездили тогда, были в Венске со спектаклем «День радио». И группа актеров и музыкантов бросила вызов местной волейбольной команде. Где и проиграла. Где и проиграла. Да, конечно, с посвистом. Но, тем не менее, на память всем были подарены вот такие вот мячи. Тоже очень мне это приятно, потому что волейбол такая... Прозвучало слово «команда», и это дает мне возможность задать вам несколько вопросов про группу «Несчастный случай». У вас, ну, всем известно, что в свое время ушел Пильша, это уже в 100 раз обговоренная тема. Много ли, сколько группе лет? 25. Почти. Четверть века. Ну, четверть века. За четверть века сколько музыкантов? Много музыкантов ушло из группы? Я сейчас скажу вам точно. Раз, два, три. Три человека. Что невероятно, правда? Ну, вообще-то невероятно. Потому что большинство групп, это когда руководитель называет себя по-прежнему этой группой, а группа тоже совсем другая. Вы можете сказать, как должен вести себя руководитель любой? Волейбольной команды, телевизионной команды, музыкальной команды, чтобы людям хотелось быть вместе? Ну, вы знаете, я думаю, что в нашем случае работает то, что у нас участники ансамбля действительно свободные люди. То есть нет никакой... То есть все обязательства взяты на себя добровольно. Люди не заключались, так сказать, там ни со мной, ни с директором, ни с промоутером какого-либо контракта, да, ни там, ни устного, ни письма. Ну, это же опасно очень. Вам в ночном клубе говорят, там, полтора миллиона долларов за ночь, от балды говорю. Да. И вы говорите, ребята, а они говорят, мы не можем. Ну, за полтора лимона за ночь они наверняка... Ну, я условно, но просто вы просите. Кстати, нет-нет-нет, ну, несчастный случай составляет достаточно приличный кусок заработка нас всех. Это первое. Второе. В несчастном случае все заработки делятся в равной пропорции между всеми участниками. И вы не получаете больше? Нет, я не получаю больше. Я получаю авторские свои на сберегательную книжку. Я получаю как ведущий, я там, деньги, да, если мы одновременно играем, и я еще конферрирую там какой-то кусок вечеринки. Смотрите, я что хочу спросить, вот все люди, все начальники, они знают, что самое главное в договоре должно быть написано, что если подчиненного позовут бросаться на амбразуру, он обязан это сделать. Иначе у вас нет этого ничего. У нас этого нет, да. А как тогда они бросаются на амбразуру, если... Мне кажется, есть просто чувство порядочности и ответственности. И этого оказывается достаточно, если люди, во-первых, подобраны в течение очень большого времени, во-вторых, они вместе проработали долгое время и ни разу не делали подлости друг другу. За 25 лет? За 25 лет, конечно. Самая трагическая история за это время это был уход Валдисона, и то я не считаю ни в коем случае это никаким предательством, потому что это было проговоренное, много раз оговоренное расставание, которое не привело к разрыву дружеских отношений. Мы сейчас с Пельшом периодически работаем с большим удовольствием. Боги-боги мои, красироги мои, Вы сидите, как звездочки на провода, В километре от бедной земли. Оте, оте вы мои, Жаневе вы мои, Вы несете локаторы на головах, Ищречите мне о любви. Мы тут говорили про спорт, я не знаю, имеет ли этот свитер отношение к спорту, но мне казалось, да, я думаю, что вот в нем можно кататься на лыжах, наверное. В том числе, да. Свитер был приобретен мне, моими мамой и папой у подножия горы Чигет на Кавказе, на рыночке, который там существует и по сю пору, где местные горные бабушки продают вязанные всякие шапки, свитера и прочее. Было мне, наверное, лет 12 или 13, когда меня туда вот начали возить. Возникло слово родители. Да. Здесь с этим свитером. Это излюбленная тема программы «Личные вещи», потому что нет такого человека, у которого не было вспоминания родителей. Поэтому все вспоминают. Ваши родители, папа, мама, сначала кто? Папа Анатолий Васильевич, научный работник, последние 20 с лишним лет своей жизни проработал ученым-секретарем отделения информатики Академии наук Российской Федерации, а до этого Советского Союза. Мама тоже наукообразная женщина и редактор, ну, заместитель, вернее, редактора научного журнала, посвященного проблемам информатики и вычислительной техники. Вы, как и я, росли при советской власти. Да. При советской власти радости, в том числе и у детей, было значительно меньше, чем, скажем, у вашего сына. Какие вспоминаются самые главные радости детства? Радости детства, любовь родительская, я вообще не вполне согласен с тем, что радостей было меньше. Они были менее разнообразны, но по яркости и объемам они были точно такие же. Подписываешь, да, это правильно. Да, я неправильно вспомнил, да, менее разнообразно, да. Радость семьи у меня была и есть. Ну, отец, к сожалению, скончался несколько лет назад, но, тем не менее, все равно остается совершенно счастливая семья, очень такая любовная. И поэтому основные радости, конечно, это путешествия какие-то с родителями, это праздники домашние, приходы гостей, и к папе-маме приходили огромные толпы народу, всяких, опять же, их сотрудников, друзей еще по студенческой жизни. А вас говорили спать, Леша, а 12? Ну, такое бывало, но редко. Да и, честно говоря, я не помню, чтобы родительская компания гуляла вот там всю ночь напролет. Она была не сильно пьющая, весело поющая и расходящаяся вовремя, потому что, опять же, особо было и не загулять так вот в городской квартире, потому что же могли вызвать милицию, и если что. Вот эти вот совершенно, например, наша древняя Наталья Кончаловская, между прочим, мама, друг, супруга Михаила. И Никита Сергеевича. 47-й год, книга первая, художник, между прочим, Фаворский. Да-да-да, ни много, ни мало. Вот эти книжки тоже сохранились, и я их передаю сейчас уже по наследству. То есть, понятно, что это книжки моей мамы, изначально купленные дедушкой и бабушкой ей, потом они были переданы мне, сейчас передаются. Издание управления Гознак Министерства финансов. То есть, та же самая управление, которая выпускала деньги? Деньги, да. Она выпускала... Ну, и вы обратите внимание на качество этого издания. Вы, вот, зрители не могут почувствовать плотность бумаги, вот поверьте мне, что она плотная. Плотность плотная. Да-да-да. И что, и ваши дети читают сказки «Царевна-лягушка»? Ну, пока не читают, пока мы им читаем ее вслух. Но вот я думаю, что уже наша древняя столица будут читать уже. Я не знаю, имеет ли это какую-то историческую ценность, видимо, да. Вот здесь такая замечательная компания двух. Они такие, совершенно живые. Такое ощущение, что слегка подвыдевшие два таких медвежонка. Вот. Это что такое у нас? Это исторические медведи. Тот, который справа в красной рубашечке, да, на нем сзади раньше было написано «Мишка Ивашка, красная рубашка», он был подарен... У него удивительное выражение лица. Да, конечно. Просто чудесное. У них у обоих удивительное выражение лица. А этот такой, да. Этот был подарен моими родителями, моему первому сыночку, старшему Артемию. И прижился как-то у нас в квартире. Ну, есть некоторые вещи. Вы понимаете, конечно, что за эти годы было выброшено или раздарено, или отнесено в детские сады и всякие школы огромное количество киштогрушек. Это относительно новый медведь? Вот это относительно новый. Это в красной рубашечке. Ему лет где-то 17. А этот вот такой... А вот этот... Такой классный русский медведь такой. Вот сколько ему лет, я даже не знаю. Я, будучи студентом уже Мехмата, МГУ, как-то бежал домой после... Не помню, какой-то... Ну, в общем, почему-то очень быстро бежал. И, сбегая по лестнице на второй этаж, понял, что вот кто-то сидит на подоконнике просто в лестнице. Но, так, краем глазом даже практически не заметил, кто это. Вот, и я остановился, вернулся и понял, что это вот сидит этот медведь. Он сидел вот ровно с таким же выражением лица, в такой же позе, на подоконнике, он был выброшенный, конечно же. И я, почему-то он как-то произвел на меня совершенно ошеломительное впечатление. Я его забрал, и с тех пор он у нас живет вот в квартире подобранной. Вот тут лежат книжки таких известных писателей, как Лермонтов, Кончаловская и других. А вот тут вот лежит книжка, на которой ничего не написано. Кто автор? А автор ее... А автор это Иосиф Бродский. Это я приволок сюда, положил на стол, как яркий образец самоздата 70-х, наверное, где-то начало 70-х годов. Вот, понимаете, вот тут как, надо же объяснить все. Это вот сейчас пришел в магазин, попросил Бродского, и тебе 20 книжек. А тогда перепечатывали, и потом так, видите, аккуратно так шивали. Ну, рассказывайте, как это шивали. Рассказываю. Сшито это, насколько я понимаю, моим папой, потому что у нас в библиотеке было еще несколько вот очень похожих, таких же корявеньких, калинкоровых книжечек с подшивками из нового мира, из иностранной литературы, там, каких-то опубликованных там романов. Вот, так что руку мастера я вижу, это, скорее всего, отец переплетал. А странички он принес из своего института системных исследований, в котором работал. И явно совершенно это там вот какая-нибудь секретарша под копирку настучала экземпляров цать. Потом они разошлись по, соответственно, сотрудникам. И я с огромным интересом, я не могу сказать, что я большой поклонник Бродского, но в юности, как вы понимаете, плюс еще над этим такой флер запретности витал, конечно. Это какая-то была удивительная страна, где секретарши перепечатывали запрещенные стихи, а потом ученый-секретарь, как вы так говорили, их переплетал, и это стихи, это не что-то другое. Это странно. Так это да? А рядом лежит гораздо хуже переплетенный такой вот. А Женя или Женя? Нет, Женя, конечно. Но это не может быть Жена, потому что это написано где-то там лет в 14-15, я думаю. Это стихи уже вашего покорного слуги, я, конечно, сильно рискнул, положив рядом две эти книжечки. А можно прочитать? Вы прямо хотите вот что-то оттуда? Да, можно. Ну, пожалуйста, конечно. Очень мне нравится, монолог о трудной любви называется. Если бы твой телефон, любимый, чаще мне отвечал, насколько бы меньше я говорил, насколько бы легче молчал. Очень хорошо. Ну, 4 строчки, да? Сколько лет? Автору? Ну, лет 15, я думаю. Расскажи мне сны, расскажи, пусть увижу я эти сны, золотыми огнями лжи и справдивой голубизны. Ну, смотрите. Ну, разве плохо? Ну, так нормально, скажем так. Ну, потом, слава богу, удалось уйти от попыток писать чистую поэзию, потому что все-таки на этом... Вот я хотел об этом спросить. Я прикусил язык, чтобы не быть 1555-м журналистом, который спросит вас, почему группа называется «Несчастный случай». И тем не менее... Нет, нет, нет. Но не могу вас не спросить о том, как началось не писание стихов, а как начался вот этот жанр, когда человек пишет стихи под музыку, грубо говоря. Ну, вы знаете, мое, опять же, окружение родительское и воспитание их, оно не могло привести никуда в иное место, потому что в семье существовал культ Акуджавы, культ Никитина, Берковского, ну и так далее, Висбора, Кима. Я понимал, что, собственно, стихи надо петь, чтобы они... Но вы ушли далеко от авторской песни, в какую-то другую сторону пошли. Ну, Андрей, смотря, что называют авторской песней, это все равно авторская песня, мы являемся авторами своих песен. Битва в голове, это битва в голове между мной и черной волной, кто в ней победит, останется навек между мною и волной. Не, но вы далеко ушли от Кима, Берковского и... Да, далеко, но мне кажется, что я, во всяком случае, пиша стихи, стараюсь придерживаться неких критериев качества, которые слышал тогда и слышу сейчас. А почему вы решили организовать группу, а не петь в одиночку? Потому что это была мечта подростка, рок-группа, ну как, то есть... Ну, авторская песня авторской песней, но потом, когда я там уже учился в школе, уже же как бы гремели всякие рок-н-ролльные группы, машина времени, аквариум, аукцион, алиса... И я при поступлении в Московский университет сразу же пошел в студенческий театр МГУ и там сразу же начал заниматься сколачиванием группы. Как это происходит? Вот если сейчас Кортнев скажет, я собираю группу, прибежит просто миллион людей, вот тогда же так нельзя было сделать? Как это все происходит? Ну, я просто начал искать среди людей, которые приходили в студенческий театр, там было очень много народу. Я познакомился прямо 13 сентября 83-го года с Валдисом Пельшем и предложил ему петь дуэтом те песни, а он тоже показывался вместе со мной в студтеатр и тоже на приемном экзамене там что-то пел, играл на дудочке, на каком-то там барабанчике себе аккомпанировал. Был очень музыкален, обаятелен и я ему сказал, что вот там старик, у меня есть написано несколько песен, которые вот я думаю, что нужно петь вместе, потому что это эффектнее, чем если я их буду петь один. И он сразу же не раздумывая согласился, мы начали репетировать на следующий день и через там где-то три месяца уже выступили как дуэт несчастный случай. Вот Валдис играл на флете, я играл на гитаре и мы пели какие-то песни там количеством штук 6-7. Все ваше? Да. В том числе на стихи Бродского, кстати, одна из них была. Потом через год в театр пришли замечательнейшие совершенно барды, тоже далеко надо сказать ушедшие от бардовской песни Васильев и Ивашенко, которых я искренне полагаю своими учителями вот в музыке просто номер один. Они стали формировать музыкальную студию при студенческом театре, туда притащили сразу нескольких человек с географического факультета, среди которых саксофонист Павлик Мордюков, которого вы можете периодически видеть там на экране, вон он с саксофоном стоит. Потом туда же пришел с мехмата Сережечек Рыжов, клавишник, он слева на экранчике периодически появляется. И вот где-то через полтора года мы начали уже работать вчетвером, как квартет. Соответственно, несчастный случай, еще без баса барабанов, то есть не являясь рок-н-ролльной группой в полном смысле этого слова. И где-то еще года через два-три начали набирать. А почему ничего не рассказываете про трудности? Вот все люди, которые рассказывают про возникновение рок-групп, вы так говорите сначала, раз потом, переш, потом. Они все говорят, а нас зажимали, били, а мы... Ну, дело в том, что мы совершенно... нас никто не зажимал и не бил. Мы проскочили мимо этого. К счастью ли, к худу ли, не знаю. Но мы были очень мощно прикрыты театром и его руководителем Евгением Славутиным, Евгений Ивичем, который своих отстаивал в любой ситуации. Наверное, эти трудности были, но он их принимал на себя, скорее всего. Это первое. Второе. Все-таки мы уже начали лезть на сцену так нагло и активно. Году в 87-88, когда уже никто никого зажимать не мог, потому что было нечем. Зажималка испортилась. И, в общем, все начало разваливаться к чертовой бабушке. И мы пели все, чего хотели. Кем вы сами себя ощущаете? Сейчас, наверное, я ощущаю себя отцом семейства. В первую очередь. Потому что на это уходит много сил. И это дарит наибольшее количество радости. Ну, семейство же требует еды. Еды, да. Требует семейство еды. Кроме ласки. Зарабатываю я деньги в основном, конечно, всяческим... У англичан это называется очень благородно Master of Ceremony. У нас там... Вы ведете корпоративные вечеринки. Корпоративные вечера, да. Я, надо сказать, наплатыкался вести какие-то корпоративы очень хорошо. И, как у большинства ведущих, у меня появилась постоянная клиентура. Люди, которые хотят, чтобы я ими занимался. Если там есть какой-нибудь праздник у тыр-пыр-нефти, да. То есть я уже 6 лет с ними работаю и буду дальше, наверное. Это не самое приятное занятие, но самое денежное. Это приносит больше денег, чем переводы, о чем мы еще поговорим, и чем несчастный случай? Ну, я могу сказать смешное. То есть, например, перевод мюзикла Cats, который занял, ну, примерно полгода со всеми доделками, согласованиями и так далее, работы, принес денег столько же, сколько, ну, три вечеринки. Такие вот часа по четыре. Я начал сразу соображать, сколько стоит этот 9 на 3. А вот это уже, да, оставим это в относительных ценах, если можно. Да, значит, раз вы уже сказали про мюзикл Cats, поднимайте, вам удобнее. Да, пожалуйста. Вот это, дорогие три зрители, билет. Да. Правильно? Да, это билет. Вот вы видите номер этого билета 001, и вы видите, что он не обошелся ни во что, человек, который его купил, потому что цена 0 рублей, все как платье 0 рублей, а место хорошее, третье. Мюзикл Кошки. Это моя любимая работа. Чтобы не упал ваш кубок. Да, ничего, да, он крепкий, наверное. Я с огромным удовольствием, хотя с большими трудами, перевел на русский язык мюзикл Cats. Причем мне помогали двое моих товарищей, которые согласились выступить в качестве негров, так называемых, потому что там был неподъемный объем работы. Как это достаточно часто случается не только в России, в Советском Союзе, но вообще в области искусства во всем мире. Пока шло согласование, ну, пока шел тендер, пока они решали, какому переводчику поручить перевод, а не правообладатели вот этого всего. А вы как-то участвовали в этом тендере? Да, я участвовал в тендере, конечно. А как, вы давали свои чего? Давали три, нет, давали три текста на перевод, на пробу. Три, это memories, самый знаменитый, это... Вот, и два еще номера там, одну веселенькую и одну маску. Перевели и куда-то помыло. Перевели и оно поехало куда-то в Англию на согласование. И пока шел. Вот, три месяца они телились, конечно же, эти ребята замечательные. Потом через три месяца сказали, что да, окей, мы выбираем переводчика номер шесть. Это было, естественно, все инкогнито, там все дела, то есть ля-ля-ля. Вот, и теперь переводчик номер шесть, пожалуйста, за месяц должен перевести все остальное, потому что сроки у нас все вышли. То есть предполагалось, что тендер они проведут в течение месяца, и потом полгода мы будем это все переходить. А получилось от них наоборот. Сначала полгода выбирали, потом мне осталось... Так, неинтеллигентно спрошу, а нафига переводчику номер шесть переводить текст в такой срок зачем? Ну, в такой срок совершенно незачем в результате слова. А вообще зачем так это было? Ну, очень интересно, Андрей, просто очень интересно. Для меня это было такое... Ну, а, я очень люблю мюзикл, б, мне нравятся стихи Томаса Эллиота, ц, это был такой серьезный, в общем, серьезное испытание, такой гемблинг, да, то есть я никогда такого объема текста не переводил. Вы весь месяц сидели... Да я не месяц, я сидел гораздо больше. Я сидел месяца три над переводом только, и причем не я один, еще двое моих товарищей, имен которых я, к сожалению, не могу называть, тоже переводили, потом присылали это мне, я редактировал, составлял все это в одну кучу. А дальше началось самое интересное, потому что начали в Москву приезжать балетмистеры, режиссеры и прочие англичане, не бум-бум, не понимающие по-русски, и начали эти тексты исправлять, потому что с их точки зрения там то-то не соответствовало истине, то-се, то... А как они не знают текст? Они получали обратный перевод, back translation, обратно с русского на английский, где уже все окончательно смешивалось, понятно, в непонятку, в полную. И мы сидели и пытались добиться какого-то консенсуса. Но в результате, в общем, получилось. То есть некоторые вещи, конечно, на мой взгляд, сильно ухудшились в результате улучшения. Значит, вот тут у нас есть напиток некий, передача утренняя, и называется портвейн зеленый Алексей Анатольевич. Это, возможно, не алкогольный напиток, потому что он закрыт, никто же не знает, что там внутри. Поэтому будем считать, что портвейн зеленый Алексей Анатольевич, зеленый виноградный, натуральный, плюс от кно, не алкогольный напиток. Мы же не пробовали его. А что такое в честь вас назван портвейн? Это мне подарили на юбилей несчастного случая, на 20 лет несчастного случая, то есть 5 лет, 4 года назад. Нам всем подарили по такой бутылочке наши коллеги из театра «Квартет И», с которым мы в тот момент как раз только что сыграли премьеру спектакля «День выборов». Вот скажите, вы рассказывали про выпивание ваших родителей, как они встречались с друзьями, как нельзя было кричать, потому что... Ну да. Чем принципиально отличались, вот, это такое слово понятное народу, вот для тусовки, ваших родителей и ваших? Они чем-то отличались принципиально? Или это годы прошли, а в общем... Я над этим не задумывался, а вот сейчас, услышав ваш вопрос, понял, что, отвечу-то, пожалуй, они не очень отличаются. Наши встречи, наши вот сейчас компанейские посиделки, они, конечно, шумнее, потому что народ стал развязнее. На них больше курят, потому что родители мои практически не курили, почему-то так сложилось, ни они, ни их друзья. Среди моих друзей много курящих людей. Пьем мы тоже, надо сказать, не до безумия, достаточно умеренно. И что самое интересное, обязательно каждая большая встреча заканчивается пением песен под гитару в течение нескольких часов. Именно на эти встречи, пьянки, влияет такая расположенность к общению очень сильная, потому что, ну как, желание именно встретиться с человеком, выпить, потом полчаса на балконе, да, в двадцатером стоя вот так вот о чем-то говорить стремительно, а потом раздается крик, пошли песни орать, все бегут сюда, вот тут приносятся там две-три гитары, и это же именно, это общение, это же не просто выпивание напитка. Почему среди важных вещей в вашей жизни, я не знаю, что это такое, это что такое? Это навершие от... Что? Верхушка. А, навершие, это верх, понятно, да. От аппарата, выдающего конфетки. Я снял нижнюю часть, чтобы не делать рекламу этим конфеткам. А вот. Здесь они, потому что я на эти конфетки долгое время работал, сотрудничая в рекламном агентстве BBDO Worldwide в качестве писателя лозунгов. Про рекламу, к ней надо относиться как к неизбежному злу, или надо относиться как к неизбежному? Я бы сказал, что надо относиться как к неизбежному, потому что я... До тех пор, пока рекламируются дезодоранты, варенье и нарзан, я не могу к этому относиться как к злу. Если вот будут рекламировать ядерную бомбу, то тогда да. Да, да, да. Да, да, да. Конечно. А так, ну что, рекламируют достаточно приличные вещи. Скажите, как рекламируют. Прежде чем мы приступим к самому для меня приятному моменту нашей встречи, именно в вручении вам подарка, я хочу дать вам последний вопрос. Мы у вас дома. Вот мне очень нравится, что периодически приходил Арсений, который ушел смотреть мультик. Да. Это замечательно, когда вот еще дети дома. Вы можете сформулировать, что такое для вас дом? Дом... Могу, наверное. Дом для меня, особенно вот в последние несколько лет, это место, куда я хочу возвращаться. Совсем примитивная формулировка, но она вот такая. А почему? Мне здесь очень хорошо, мне здесь очень спокойно. Я начал беспокоиться, когда я подолгу не бываю дома. Если прежде еще, там, в 35-37 лет мне было по кайфу ездить, там, неделями путешествовать, там, например, со спектаклем двое других, от Владивостока, там, до Урала, а потом обратно, то сейчас я понимаю, что я этим насытился совершенно, пресытился. И сидение вот на этом диване с двумя младшими сыновьями, еще периодически сюда заходят старшие и старшие средние, и когда их четверо, то это вообще совсем замечательно. Вот, и чтение книжек, раскрашивание каких-то картинок или просмотр мультиков доставляет мне истинное наслаждение. Так это грустно, вы все сказали, грустно-трогательно. Ну, это так. Без восторга на лице. Без восторга, наверное, пока до восторга я еще не дорос. Это следующий этап. У нас, ШИП-рограмма, стоит традиция, поскольку вот человек нам приносит свои вещи, показывает, мы хотим в его коллекцию вещей, а коллекцию в честь любого человека, принести что-то, что для нас символизировало бы этого человека. Мы мучились, честно вам скажу, мучились бесконечно, все думали, думали. Я говорю, давайте что-нибудь, что бесконечно движется. Вот этот человек, который бесконечно движется. Вы знаете, наши люди нашли такую вещь. Прекрасно. Но что самое поразительное, я вам сейчас расскажу, что когда вы вот так вот делаете, то вот эти штуки будут биться очень долго, а эти три остаются недвижимыми. Нам кажется, что в этом есть ваш символ. В общем, все двигается, но что-то главное остается внутри. Это получилось очень случайно, но в этом в любой случайности есть доля закономерности. Спасибо большое Алексею Корниеву, который вытерпил нашу съемочную группу «Себя дома». Я прощаюсь с вами. Напоминаю, что программу «Личные вещи» со мной, с Андреем Максимом, можете смотреть на Пятом Питерском канале каждое воскресенье. Всего доброго, до свидания, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok